Бразилия Бразилия – это очень далекая страна, где очень любят футбол, где живут много диких обезьян и происходит масса неведомых для нас вещей. Сегодня я хочу прочесть еще одну маленькую сказку, рассказ, наверное, скорее, Даниила Хармса, который называется «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию». А Петька Ершов ничему не верит. Часть первая. Колька Панкин решил прокатиться куда-нибудь подальше. «Я поеду в Бразилию», – сказал он Петьке Ершову. «А где эта Бразилия находится?» – спросил Петька. «Бразилия находится в Южной Америке», – сказал Колька. «Там очень жарко, там водятся обезьяны и попугаи, растут пальмы, летают калибри, ходят хищные звери и живут в дикие племена». «Индейцы?» – спросил Петька. «Ну, вроде индейцев», – сказал Колька. «А как туда попасть?» – спросил Петька. «На аэроплане или на пароходе», – сказал Колька. «А ты на чём поедешь?» – спросил Петька. «Я полечу на аэроплане», – сказал Колька. «А где ты его возьмёшь?» – спросил Петька. «Пойду на аэродром, попрошу и мне датут», – сказал Колька. «А кто ж тебе это даст?» – спросил Петька. «У меня там знакомые все», – сказал Колька. «Какие же это у тебя там знакомые?» – спросил Петька. «Разные», – сказал Колька. «Нет, у тебя там никаких знакомых», – сказал Петька. «Нет, есть», – сказал Колька. «Нет, нет», – сказал Петька. «Нет, есть, нет, 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 есть, нет, нет, нет». Колька Панкин и Петька Ершов решили пойти на следующее утро на аэродром. Часть вторая. Колька Панкин и Петька Ершов на следующий день рано утром вышли из дома. Идти на аэродром было далеко, но так как погода была хорошая и денег на трамвай не было, то Колька и Петька пошли пешком. «Обязательно поеду в Бразилию», – сказал Колька. «А письма писать мне будешь?» – спросил Петька. «Буду», – сказал Колька. «А как обратно приеду, привезу тебе обезьяну». «А птицу привезешь?» – спросил Петька. «И птицу привезу», – сказал Колька. «Какого хочешь, калибрии или попугая?» «А какая лучше?» – спросил Петька. «Попугай лучше. Он может разговаривать», – сказал Колька. «А петь может?» – спросил Петька. «И петь может», – сказал Колька. «По нотам?» – спросил Петька. «По нотам не может. Вот ты что-нибудь споешь, а попугай повторит», – сказал Колька. «А ты обязательно привезешь мне попугая?» – спросил Петька. «Обязательно», – сказал Колька. «А ну-ка, нет», – сказал Петька. «Сказал, что привезу, значит, привезу», — сказал Колька. «А не привезешь?» — сказал Петька. «А привезу!» — сказал Колька. «А нет, а да!» — сказал Колька. «А нет, а да!» — «А нет, а да!» Но тут Колька Панкин и Петька Ершков пришли на аэродром. Часть третья. На аэродроме было очень интересно. Аэропланы друг за другом бежали по земле, а потом раз, два, три оказывались уже в воздухе. Сначала низко, потом выше, а потом еще выше, а потом, покружившись на одном месте, улетали и совсем. На земле стояло еще штук восемь аэропланов, готовых уже разбежаться и улететь. Колька Панкин выбрал один из них и, указывая Петьке Ершову, сказал «В Бразилию я полечу вот на этом аэроплане». Петька снял кепку, почесал голову, надел кепку опять и спросил «А аэроплан этот тебе дадут?» «Дадут», – сказал Колька. «У меня там знакомый авиатор». «Знакомый, а как его зовут?» – спросил Петька. «Очень просто. Павел Иванович, – сказал Колька. Павел Иванович, – переспросил Петька?» «Ну да», – сказал Колька. «А ты его попросишь?» – спросил Петька. «Конечно. Вот пойдем вместе, ты услышишь», – сказал Колька. «А если он тебе не даст аэроплан?» – спросил Петька. «Ну, как не даст? Попрошу, так даст», – сказал Колька. «А если ты не попросишь?» – спросил Петька. — Попрошу, — сказал Колька. — А испугаешься? — сказал Петька. — Нет, не испугаюсь, — сказал Колька. — Слабо, — сказал Петька. — Нет, не слабо, — сказал Колька. — Слабо, — сказал Петька. — Нет, не слабо, — сказал Колька. — Слабо. Нет, не слабо. Слабо. Нет, не слабо. Колька Панкин и Петька Ершов побежали к авиатору. Часть четвертая. Авиатор стоял около аэроплана и промывал в бензине, налитом в маленькой корыце, какие-то винтики Сам он был одет во все кожаное А рядом на земле лежали кожаные перчатки и кожаный шлем Колька Панкин и Петька Ершов подошли Авиатор достал из бензина винтики, положил их на краешек аэроплана А в бензин положил новые винтики и стал их мыть Колька посмотрел, посмотрел и сказал Здрасте, Павел Иванович Авиатор посмотрел сначала на Кольку, потом на Петьку А потом снова отвернулся Колька же постоял, постоял и снова сказал Здравствуйте, Павел Иванович Авиатор посмотрел, тогда сначала на Петьку, потом на Кольку А потом сказал, почесывая одной ногой другую ногу. Меня зовут не Павел Иванович, а Константин Константинович. И никакого Павла Ивановича я не знаю. Петька прыснул в кулак. Колька ударил Петьку. Петька сделал серьезное лицо, а Колька сказал авиатор. Константин Константинович, мы с Петькой Ершовым решили лететь в Бразилию. Не дожите ли вы нам ваш аэроплан? Авиатор начал хохотать. Это вы что же, серьезно решили лететь в Бразилию? Да, сказал Колька. А вы полетите с нами? Спросил Петька. А вы что же думали, закричал авиатор, что я вам так машину дам? Нет, шалишь. Вот если вы мне заплатите, то в Бразилию свезти я вас могу. Что вы мне за это дадите? Колька пошарил в карманах, но ничего не нашел. А денег у нас нет, сказал он авиатору. Может быть вы нас так свезете? Нет, так не повезу, сказал авиатор и отвернулся что-то чинить в аэроплане. Вдруг Колька взмахнул руками и закричал. Константин Константинович, хотите пиротинный ножик? Очень хороший. В нем три ножа. Два, правда, сломанные, но один зато целый и очень острый. Я раз как-то ударил им в дверь и прямо насквозь прошиб. Когда же это было? Спросил Петька. А тебе что за дело? Зимой было, рассердился Колька. А какую же эту дверь ты прошит насквозь, спросил Петька. Ну ту, которая чула она, сказал Колька. Так она вся целая, сказал Петька. Значит, поставили новую, сказал Колька. Нет, не ставили, дверь старая, сказал Петька. Нет, новая, сказал Колька. А ты мне ножик отдай, сказал Петька. Это мой ножик. Я тебе его дал только веревку с бельем перерезать, а ты совсем взял. Как же это так, твой ножик? Мой ножик, сказал Колька. Нет, мой ножик, сказал Петька. Нет, мой, сказал Колька. Нет, мой, сказал Петька. Нет, мой, нет, мой. Ну ладно, шут с вами, сказал авиатор. Садитесь, ребята, в аэроплан, полетим в Бразилию. Часть пятая. Колька Панкин и Петька Ершов летели на аэроплане в Бразилию. Это было здорово интересно. Авиатор сидел на переднем сиденье. Был виден только его шлем. Все было очень хорошо. Да, мотор шумел очень уж и говорить трудно было. А если выглянуть из аэроплана на землю, то ух, как просторно. Аж дух захватывает. А на земле все маленькое-маленькое. И не тем боком друг к другу повернуто. Петька. Колька. Кричит Колька. Смотри, какой город. Коряпенький. Чё? Кричит Петька. Город. Кричит Колька. Не слышу. Кричит Петька. Что? Кричит Колька. Скоро ли Бразилия? Кричит Петька. У какого Василия? Кричит Колька. Шапка улетела. Кричит Петька. Сколько? Кричит Колька. Вчера. Кричит Петька. Северная Америка. Кричит Колька. На видариди. Кричит Петька. Что? Кричит Колька. Вдруг в ушах стало пусто, и аэроплан начал опускаться. Часть шестая. Аэроплан попрыгал по кочкам и остановился. Приехали, говорит авиатор. Колька Панкин и Петька Ершов оглянились. Петька, сказал Колька. Гляди, Бразилия-то какая? А это Бразилия? Спросил Петька. Сам-то дурак, что не видишь, что ли? Сказал Колька. А это что там за люди бегут? Спросил Петька. Где? А, вижу, сказал Колька. Это туземцы, дикари. Видишь, у них белые головы. Это они сделали себе прически из трав и соломы. Зачем? Спросил Петька. Так уж, сказал Колька. А смотри, по-моему, это у них такие волосы, сказал Петька. А я тебе говорю, что это перья, сказал Колька. Нет волосы, сказал Петька. Нет перья, сказал Колька. Нет волосы, нет перья, нет волосы. Ну, вылезайте из аэроплана, мне лететь нужно, сказал авиатор. Часть седьмая. Колька. Колька Панкин и Петька Ершов вылезли из аэроплана и пошли навстречу туземцам. Туземцы оказались небольшого роста. Грязные и белобрысые. Увидя Кольку и Петьку, туземцы остановились. Колька шагнул вперед, поднял правую руку и сказал. Ох! Сказал он по-индейски. Туземцы открыли рты и стояли молча. Гопокук! Сказал им Колька по-индейски. Что это ты говоришь? Спросил Петька. Это я говорю с ними по-индейски, сказал Колька. А откуда ты знаешь индейский язык? Спросил Петька. У меня была такая книжка, я по ней выучился, сказал Колька. Ну, ты ври больше, сказал Петька. Отстань, сказал Колька. И нам кос, сказал он туземцам по-индейски. Вдруг туземцы засмеялись. Кирек эри айалэ, сказали туземцы. Ара токи, сказал Колька. Мита, спросили туземцы. Брось, пойдем дальше, сказал Петька. Пиль гедрау, крикнул Колька. Перкеля, закричали туземцы. Кульгмен гри, крикнул Колька. Перкеля, перкеля, кричали туземцы. Бежим, крикнул Петька. Они драться хотят. Но было уже поздно. Туземцы кинулись на Кольку и стали его бить. Караул, кричал Колька. Перкеля, кричали туземцы. Му, мычала корова. Часть восьмая. Избив как следует Кольку, туземцы, хватая и бросая воздух в пыль, убежали. Колька стоял встрепанный и сильно измятый. Пи-пи-пи-пи-петька, сказал он дрожащим голосом. Здорово, я ту-ту-ту-земцев разбил. Одного сюда, другого туда. А не они тебя побили? Спросил Петька. Что ты сказал, Колька? Я как пошел их хватать. Раз, два, два, раз, раз, два. Му, раздалось у самого Колькиного уха. Ай! Вскрикнул Колька и побежал. Колька, Колька, Колька! Кричал Петька. Но Колька бежал без оглядки. Бежали, 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 бежали. И только добежав до леса, Колька остановился. Ух, сказал он, переводя дух. Петька так запахался от бега, что ничего не смог сказать. Ну и Бизон, сказал Колька, отдышавшись. А? Сказал Петька. Ты видел Бизона? Сказал Колька. Где? Спросил Петька. Да ну там. Он кинулся на нас, сказал Колька. А это не корова была? Спросил Петька. Что ты? Какая же это корова? В Бразилии нет коров, сказал Колька. А разве бизоны ходят с колокольчиками на шее? Спросил Петька. Ходят. Сказал Колька. Откуда же это у них колокольчики? Спросил Петька. От индейцев. Индейцы всегда поймают Бизона, привяжут к нему колокольчик и выпустят. Зачем? Зачем? Спросил Петька. Так уж, сказал Колька. Неправда. Бизоны не ходят с колокольчиками. А это была корова, сказал Петька. Нет, Бизон, сказал Колька. Нет, корова, сказал Петька. Нет, Бизон. Нет, корова. Нет, Бизон. А где же попугаи? Сказал Петька. Часть девятая. Колька Панкин сразу даже растерялся. Какие попугаи? Спросил он Петька Ишова. Да ты же обещал поймать мне попугаев, как приедет в Бразилию. Если это Бразилия, то должны быть и попугаи, сказал Петька. Попугаев не видать. Зато вон сидят калибри, сказал Колька. Это вот там на сосне? Спросил Петька. Это не сосна, это пальма. Обиделся Колька. А на картинках пальмы другие, сказал Петька. На картинках другие, а в Бразилии такие, рассердился Колька. Ты смотри лучше, калибри какие. Похоже на наших воробьев, сказал Петька. Похоже, согласился Колька. Но меньше ростом. Нет больше, сказал Петька. Нет меньше, сказал Колька. Нет больше, сказал Колька. Нет меньше, сказал Петька. Нет больше, нет меньше, нет больше, нет меньше, нет больше. Вдруг за спинами Кольки и Петьки послышался шум. часть 10 колька панкин и петька ершов обернулись прямо на них летело какое-то чудовище что это испугался кулька это автомобиль сказал петь не может быть сказал колька откуда же в бразилии автомобиль не знаю сказал петька но только это автомобиль не может быть сказал я тебе говорю это автомобиль сказал петька нет не может быть сказал нет может это не может ну теперь видишь что это автомобиль сказал петька вижу но очень странно сказал тем временем автомобиль подъехал ближе и вы ребят крикнул человек из автомобиля дорога в петербург направо или налево в какой петербург спросил колька как в какой ну в город как проехать спросил шофер мы не знаем сказал петька а потом вдруг заревел дяденька дяденька ну связи нас город да вы сами что не из города спросил шофер ну да ревел петька с маховой улице а как же вы сюда попали удивился шофер да вот колька обещал в бразилию свести а сам сюда привез в брусилово в брусилово простите брусилово это дальше где-то в челябинской области сказал шофер чилиговская область чилийская республика чили это южнее это там где и аргантина чили находится на берегу тихого океана сказал колька дяденька захныкал опять петька связи нас домой ладно ладно сказал шофер садить все равно машина пустая только брусилова не тут брусилово это в черниговской области и вот колька панкин петька ершов поехали домой на автомобиле часть 11 колька панкин и петька ершов ехали сначала молча потом колька посмотрел на петьку сказал петь сказал колька а ты видел кондор сказал петька а что это такое это птица сказал колька большая спросил петька очень большая сказал колька больше вороны спросил петька что ты да самая большая птица сказал колька а я видел она на пальме сидела сказал колька на какой пальме спросил петька на той на которой и калибре сидели сказал колька это было не пальма это сосна сказал петька нет пальма сказал колька нет сосна сказал петька пальмы растут только в бразилии А тут не растут. А мы и были в Бразилии, сказал Колька. Нет, не были, сказал Петька. Нет, были, сказал Колька. Нет, не были, сказал Петька. Были, 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 сказал Колька. А вон и Петербург виднеется, сказал шофер, указывая рукой на торчащее небо, трубы и крыши. Все. Субтитры создавал DimaTorzok